У Екатерины была непростая судьба. Она святая, пострадавшая за веру. Святая, которая была верующим Христа человека до последней секунды. Не отступила ни на шаг. У нас на Руси 21 святая православная. Одна из сильнейших – это наша Екатерина, святая покровительница города. Мне кажется, сейчас самое важное – это чтобы праздник проходил в краме святой Екатерины. Все-таки у покровительницы должен быть свой большой, настоящий храм, куда бы могли приходить люди, верующие в то, что святая Екатерина может действительно благословить город на какие-то большие дела. Я выросла в православной семье, и поэтому я ставлю свечи, я молюсь. И я думаю, что если у нас появится храм, святая Екатерина, она нам поможет, может быть, и где-то переименовать область. Я вообще всем нашим екатеринбуржцам пожелала прочитать в сифоне несколько строчек о святой Екатерине, чтобы все знали, что это за святая покровительница нашего города. Это очень важно знать. А когда мы будем знать, мы будем у нее учиться, брать пример, будем верить, как верила Екатерина. Вот этому она нас должна научить. И очень важно, что она не просто верила. С ней ведь считались великие того времени, поэтому она эту веру доносила. Она пыталась свою позицию отстоять. Она пыталась быть очень таким влиятельным человеком, борясь за православие. Всем желаю знать, узнать, что такое Екатерина. А потом она уже точно станет покровительницей для наших семей. Редактор субтитров А.Семкин